Все события и персонажи фильма вымышлены. Любые совпадения с реальностью случайны. Субтитры создавал DimaTorzok Адвокат Малат, 11.30 Адвокат Арджун Капур Здравствуйте, мистер Хана. Для мистера Арджуна есть дело. Деревня Версона, 12.15 Сэр, Джиту арестовали! Он назвал ваше имя, сэр! Мистер Хана, мне нужен Арджун Капур. Мистер Капур сейчас в зале суда. Да, я знаю, вы можете заплатить ему, но он не берется за краткосрочные дела. Совсем недавно мы получили известие о том, что убийцы мистера Рая были оправданы в суде. Все надеялись, что обвиняемых по этому делу обязательно повесят. Тем не менее, адвокат Арджун Капур, используя силу своего убеждения, доказал, что как защитник он выше закона. Он находит лазейки в законе и всегда выигрывает как гений юридического судопроизводства. И на этот раз он вновь стал спасителем преступников. Посмотрите еще раз на фотографии соном. Мы переполнены жалостью, видя соном в таком виде. Тем не менее, правда есть правда, Ваша честь. Соном была девушкой среднего класса, но с большими запросами. Она была под властью гламуры и жадности, и поэтому так кончила. Теперь посмотрите на моего клиента Раджа Тхакура. Хорошо образован, богат, завидный жених. Что он приобретет, изнасиловав и убив соном? Мой клиент признал в суде, что соном пришла к нему в нетрезвом виде, и они решили вместе лечь спать. Это так, Ваша честь? Эта девушка укладывала многих людей к себе в постель за денежное вознаграждение, такие как мистер Вадхва. Просто для того, чтобы не возвращать 25 тысяч рупий, она согласилась на секс с ним. Это мистер Ракхиванши, чтобы ее повысили в должности. Она согласилась на секс и с ним тоже. Ваша честь, я привел все эти доказательства, но мне бы не хотелось снова их повторять. Отпечатки пальцев Раджа на теле соном появились, когда они занимались любовью, а не в момент убийства. Ваша честь, согласно Индийскому уголовному кодексу, пока оружие, используемое для убийства, не представлено в суде как свидетельство обвинения, ни при каких условиях обвиняемого, нельзя назвать преступником. Ну, эти, как всегда, здесь. Мистер Арджун Капур, вы можете рассказать нам? Просто мой клиент не виновен, вот и все. Все улики, представленные полицией, были против Раджа Дхакура. Кто этот человек, у которого вы берете интервью? Я вам расскажу правду о нем. Я знаю этого убийцу. Ты бесчеловечно негодяй. Дурной человек. Послушайте. Он убил мою дочь и не понесет за это наказание? Зачем ты опорочил ее в суде? Сколько еще ты будешь перед всеми в суде оскорблять мою дочь? Зачем ты это делаешь? Какая мать родила такого зверя, как ты? Я проклинаю тебя. Мое проклятие раздавит тебя. Ты отправишься к чертям. Ты попадешь в ад. Прекрати, Парвати. Прекрати. Моя доченька. Не проклинай его. Лучше благослови. Когда у него родится девочка, только тогда он поймет, что значит дочь и ее честь и достоинство. Идем. Я плюю на тебя. Идем. Мистер Капур, как вы прокомментируете оскорбление этой женщины? Вам не кажется, что бороться надо не за своего друга, а за правду? Я все еще не могу в это поверить, друг. Мне кажется, что все в их касте одинаковые. Их дочь была такой, как все. Сначала она согласилась, а в последний момент отказалась. Я и убил ее в гневе. Забудь, Радж. Я не хочу это слышать. Знаешь, я просил этих стариков принять что-нибудь и договориться без суда. Их молодая дочь зарабатывала деньги и следила за расходами. Представляешь, они захотели меня повесить. Прекрати. Я не хочу об этом говорить. Что с тобой? Какая разница, будем мы говорить об этом или нет? Значит, ты не будешь слушать меня из-за этой старой ведьмы? Ты не будешь слушать своего друга? Радж, это не суд, а твой дом. И я твой адвокат, а не судья. По крайней мере, сейчас согласись с тем, что ты преступник. Да. Ну и что? Если ты не помнишь, Арджун, тогда я напомню. До сегодняшнего дня ты защищал только преступников. На самом деле, все твои машины, шикарная квартира, все это куплено на эти деньги, верно? Арджун, не ты выбрал такую жизнь. На самом деле, эта жизнь выбрала тебя. Ты рожден защищать преступников. Выбьем за это. Я поехал. Арджун, хоть допей. Арджун! Между прочим, я хорошо тебя заплатил. Ты попался, друг. Попался. Какая мать родила такого зверя, как ты? Абонент заблокирован или находится вне зоны действия сети. Я проклинаю тебя! Ты попадешь в ад. На самом деле, все твои машины, шикарная квартира, все это куплено на эти деньги. Я так за кадры, как я смотрю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В эфире свежие новости. В знаменитом деле об убийстве молодой девушки Верховный суд Мумбаи принял решение. Ты отправишься к чертям. Ты попадешь в ад. Не проклинай его, а лучше благослови. Ты умрешь, как собака. Никакой бог не поможет тебе. Ты никогда не будешь счастлив. Ты попадешь в ад. Ты отправишься к чертям. Ты будешь наказан. Может быть, Господь покарает тебя? Мое проклятие настигнет тебя. Ты попадешь в ад. Ты будешь наказан. Адвокат Арджун Капу. Сынок, не как судья Верховного Суда, а как отец. Я хочу сказать тебе. Используй закон не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы помогать невиновным. Где ты была? Извини. Может, сначала поздороваешься? В нашем языке есть много разных слов. Впервые за весь день ты говоришь со своей девушкой, а не с преступником. Я очень переживаю. Не могу заснуть. Впервые я спрашиваю себя, почему я не послушал отца. Деньги и слава были у меня на первом месте. Милый, что случилось? Ничего. Просто мне все это надоело. Что я получаю, спасая преступников? Проклятие людей? Проклятие и оскорбление? После закрытия дела обвиняют только меня. Только меня проклинают. Что я получил? Деньги, которые не могут успокоить меня даже на мгновение. Я устал от этого. Но это твоя профессия, Арджун. Почему ты думаешь о других? Без этого не бывает адвоката по уголовным делам. Я уверена, что все это понимают. Да, конечно. Я знаю, что это часть профессии. Но я уже сыт по горло всем этим. Я слышу голоса преступников. Я вижу одни и те же лица. С меня хватит. Радж виновен в убийстве. И завтра утром я откажусь вести это дело. Я так решил. Пожалуйста, не надо. Давай встретимся и все обсудим. Хочешь, я приеду? Поговорим завтра, детка. Пока. Ты зашел с ума, Арджун? Ни за что! Ты не можешь просто так уйти? Я не позволю тебе сделать это. Послушай, Арджун. У людей подобной профессии часто случается такое, что ты начинаешь чувствовать себя виноватым. Итак, вперед! Преодолей свои страхи и закончи это дело. Всем встать! Суд идет! Начинаем финальное слушание этого дела. Ваша честь, позвольте мне опросить моего клиента. Насколько я знаю, ваши показания и показания обвинения были заслушаны вчера. Сегодня требуется только окончательное заключение. На основе того, что вы представляли до сих пор. Надеюсь, вы это понимаете. Вы совершенно правы, Ваша честь. Я обнаружил кое-что, что хотел бы обнародовать в суде. Вы разрешите? Пожалуйста, приступайте. Мистер Радж Тхакур, вчера в нетрезвом виде, вы сказали мне, что перед тем, как изнасиловать и убить жертву соном, вы очень много выпили. Это верно? Это ложь, Ваша честь! Что ты болтаешь? Я прошу вас сесть на место. Также вы сказали мне, что сначала соном согласилась. Когда она немного выпила, вы стали принуждать ее. А когда она отказалась... Идите на свою скамью. Тогда вы убили ее. Остановите его, Ваша честь! Остановите его, Ваша честь! Прекратите это, мистер Капур. Нет, Ваша честь. Я не вернусь на скамью, потому что не все сказал. Я накажу вас за неуважение к суду. Я сам накажу себя за неуважение к суду, потому что этот человек насильник и убийца. Арестуйте этого человека, Ваша честь. Дайте ему высшее наказание. Хватит. С меня хватит ваших аргументов. Вы позорите суд, и он не потерпит этого адвоката Капур. Арджун Капур должен предстать перед Советом. До тех пор слушания по делу прекращаются. Продолжение следует. Мне нужен отдых. Отлично. Когда вы приведете свои мозги в порядок, сможете заново получить свою лицензию. Зачем ты это сделал, Арджун? Что с тобой случилось? Почему ты бросаешь свою карьеру? Ты же должен был стать компаньоном в юридической фирме. Ты сделал неправильный шаг, Арджун, и ты заплатишь за это. Тебе плевать и на нашу дружбу, и на деньги, которые я тебе плачу. Послушай меня. Это ты меня послушай, адвокат Арджун Капур. Я как-нибудь выкручусь из этого дела. А вот тебе придется искать укрытие от моего гнева. Потому что я никогда не забываю оскорблений. Я спасаю преступников. Я не спорю с ними. Идем, мурбаши. Мистер Раджун Капур, это правда, что ваш адвокат, мистер Арджун Капур, в зале суда обвинил вас в изнасиловании и убийстве? Мистер Капур, адвокат, который всегда спасал преступников. Почему он вдруг начал говорить правду? Правда не в том, что Арджун Капур высказал в суде. Я нанял адвоката Джет Малани, который расскажет правду. А как насчет обвинения Арджуна Капура? Это только между нами. Я отвечу на это только ему лично. Хорошо? Спасибо. Почему Арджун Капур, который всегда спасал преступников, вдруг изменил свое решение? Другой вопрос. Что произошло между двумя друзьями, и что вызвало такую ненависть? Мы предполагаем, что Арджуна Капура замучила совесть. На все эти вопросы мы ждем ответа. Наша совесть, Зиньюз. Ты видел его лицо? Как будто это ты стоял перед ним. Арджун, он может быть опасен. Я повидал много таких лиц за четыре года работы. Я не боюсь его. Ты ведь имеешь дело с преступниками. И что? Разве до сегодняшнего дня я не работал с преступниками? Я знаю. Ты принял это решение, как будто я ничего не значу в твоей жизни. Ты когда-нибудь задумывался, с кем я буду возвращаться домой и сюда? С кем буду пить кофе в офисе? С кем буду спорить о слушаниях по делу? А если мне понадобится совет? Есть мистер Кхана. Извини, Вурбаши, но мне нужен перерыв. Понимаешь, никто не может понять то, что происходит со мной. Но я и не жду, что кто-то поймет. Извини. Я не имела в виду... Что ты решил? Куда поедешь? В Гоа. Мне нужен перерыв. Мне нужен отпуск. У нас там фамильный дом. Я хочу провести какое-то время один. А я? Что я буду делать здесь? Практикуйся. Борись за правосудие. Если возможно, жди меня. Это значит, мы не будем на связи? Никаких звонков? Ничего? Ладно. Когда ты едешь? Завтра. Чем раньше, тем лучше. Надеюсь, ты поймешь. This is the story of the devil's advocate, Avocade Seton. Avocade Seton. Avocade Seton. В ролях Саней Деол, Арджун Рампал, Удита Госвами, Сагарико Кхатье. Впервые на экране, Випул Гупта. Сценарий и постановка Дипак Тиджори. Текст и песен Сандип Нат. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Автор сценария и режиссер Дипак Тиджори Десять месяцев спустя Десять месяцев спустя Десять месяцев спустя Сынок, привет! Сынок, привет! Эта яхта сдается в прокат? Она уже сдана? Ну и что? Мы можем разделить сумму проката Сегодня мне так хочется порыбачить Я не пою на рыбалке Так что не помешаю тебе Вы меня не слышите? Ладно, какого черта? Залезайте Спасибо Дайте мне руку Пиво? Спасибо Удачно? Пока ничего Скажите мне, молодой человек Что вы делаете здесь? У вас отпуск? Отпуск? О, нет Я сейчас в отставке Отставке? Это подходит такому старику, как я Все меняется Что случилось? Ничего Тогда почему вы в таком молодом возрасте, в отставке? Я юрист Я работал адвокатом Времени свободного совершенно не было А люди ничего не значили для меня Я не мог разобраться, что правильно, а что нет Все, что имело значение, это победа Я понял, что это все не то И вот я здесь Итак Теперь вы чистый человек Может быть Знаете Между нами есть кое-что общее Закон Правда? Да Я тоже работал в юридической фирме Теперь я написал роман Криминальный триллер Связанный с юриспруденцией Звучит интересно Хотите почитать? С удовольствием Давайте тогда встретимся у меня вечером Выпьем что-нибудь И я дам вам книгу Договорились? Видите ли Это очень важно для меня Это моя жизнь Каждый человек хочет, чтобы о нем Помнили после его смерти Я уверен, когда-нибудь эта книга Будет напечатана И мое имя Будут знать во всем мире Эта книга очень дорога вам? Да Это мой первый И последний роман Больше я не смогу написать Возраст не тот, верно? Наверное Пожалуйста, прочитайте его Тебе понравится Он изменит твою жизнь Охота на лис Интересное название Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Алло Привет, сынок Это я Макнамара Привет, мистер Макнамара Будете долго жить Я только что думал о вас Ты нашел время, чтобы прочесть хоть пару страниц? Пару страниц? Да я читал всю ночь Что за книга, мистер Макнамара Просто фантастика Я помню каждого персонажа Каждую деталь Так, как если бы все происходило на моих глазах Да, мистер Макнамара Я хочу встретиться с вами Приезжайте днем Я приготовлю для тебя рыбное карри Хорошо Я люблю рыбное карри Увидимся Пока Извините Куда вы идете? Встретиться с мистером Макнамара Вы его родственник? Нет Знаете кого-нибудь из его родственников? Нет, а что? Что-то случилось? Наверное, ему стало плохо Он умер сегодня утром Что? Не может быть Зачем вы к нему приходили? Я познакомился с ним вчера утром Он позвал меня на обед Мистер Гайтонде Если вы найдете кого-нибудь из его родственников Дайте им номер моего телефона Мой номер 986-79 Подождите 986-60-085 А имя? Арджун Капур Хорошо Спасибо Каждый человек хочет, чтобы о нем помнили после его смерти Я уверен, когда-нибудь эта книга будет напечатана И мое имя будут знать во всем мире Я уверен, что это будет написано Извините, мадам, можно узнать, как мне встретиться с вашим директором? У вас назначена встреча? Вообще-то нет, но я хотела узнать, как мне встретиться с ним. Ой, мистер Капур, я сейчас же организую вам встречу. Проводи мистера Капура в кабинет к мадам. Спасибо. Добро пожаловать. Здравствуйте, мистер Капур. Какой приятный сюрприз. София. Рад встрече с вами. Садитесь. Спасибо. Что привело знаменитого адвоката, мистера Арджона Капура в мое издательство? На самом деле у меня к вам дело. Правда? У меня проблемы? Нет. На самом деле, а вот рукопись нового романа. Я хочу, чтобы вы прочитали его. Если вам понравится, то ваше издательство может опубликовать его. Охота на лис. Интересное название. О чем этот роман? Я не хочу испортить впечатление, пересказывая роман. Я уверен, вам он понравится. Правда? Хорошо, мистер Капур. Арджун. Пожалуйста, зовите меня Арджун. Это не так официально. Арджун. Мне тоже так больше нравится. Арджун, я начала говорить, что наше издательство не поддерживает новых писателей. Но ради вас я обещаю, что прочитаю этот роман лично и приму решение. Отлично. Большое спасибо. Мы только что получили известие, что по делу изнасилования и убийства мисс Санам главного обвиняемого, Раджа Тхакура, оправдали в суде. Адвокат Арджун Капур вел это дело раньше, но позже он обвинил своего друга и оставил это дело. Теперь это дело ведет адвокат Десай, и он представил в суде такие доказательства, которых было достаточно для снятия обвинений. После этих доказательств суд решил, абонент временно заблокирован или находится вне зоны действия сети. Привет, София. Мистер Капур, вернее, Арджун. Я влюблена. В смысле? Да, ваш роман. Это шедевр. Замечательно. Я рад, что вам понравилось. Это хорошие новости. Я не могу передать, как я счастлива, Арджун. Я хочу опубликовать его. Превосходно. Здорово. Я только хотела узнать кое-что. На вашем романе стоит водяной знак Макнамара. Это ваш псевдоним? София, на самом деле... Ну, в общем, не важно, дорогой. Если вы хотите, чтобы я издала этот роман, мне нужно ваше настоящее имя. Сейчас я дома. Исправьте до завтра и приходите ко мне в офис, и мы подпишем контракт. София... Ладно. Тогда завтра увидимся. Пока. Да. Когда-нибудь эта книга будет напечатана, и мое имя будут знать во всем мире. Каждый человек хочет, чтобы о нем помнили после его смерти. Логу се ядра кей. КОНЕЦ КОНЕЦ Ух ты! Какой огромный авторский гонорар! И 20% от дохода? Не слишком ли щедро? Особенная сделка для особенного автора. Мне тоже очень понравился этот роман. В смысле, об этом так много написано? Но высокие стремления пугают меня. Страх присутствует только там, где есть сомнения. Для меня это бесспорно. Какое название? Охота на лис. На самом деле, знаете, я была удивлена, прочитав. Хотя вы сами юрист. Вы раскрыли, как используют хитрость против закона. Ладно, возможно, именно это и называют честностью автора. Пойдемте, я покажу вам кое-что. Так быстро? Да. Изумительно. Мы продолжаем? Да, конечно. Где мне расписаться? Мада, запомните мои слова. Этот роман будет золотым дном. Издательства всех стран говорят о нас. Я не хочу, чтобы эта дискуссия ограничивалась с издательствами. Мы должны попасть во все дома Индии. Продажи охоты на лис выросли в четыре раза. Это только начало, мадам. Только начало. Последний вопрос, мистер Капур. Что вас вдохновило написать этот роман? Видите ли, Таран? Я адвокат в области криминалистики. И мне знакомо много таких случаев. Что-то в них и подтолкнуло меня. После изучения этих случаев мне и пришла мысль написать этот роман. Остальное история. Поздравляю, мистер Капур. Спасибо, Таран. Сэр, купите книгу. Пожалуйста, купите ее, сэр. Это очень хороший роман, сэр. Он сейчас хорошо продается. Послушай, мальчик. Что? Да, вот, мадам. Это очень хороший роман. Он сейчас хорошо продается. Всего сто рупий, мадам. Возьми. Спасибо. Да. Мадам. Говорит, Зубин. Да, Зубин. Хорошие новости. Это не хорошие новости. Это превосходные, суперские новости. Индийская ассоциация назвала книгу «Охота на лис» бестселлером. Что? Извините меня за такое вторжение, но я должна была сообщить вам это. «Охота на лис» стал самым лучшим бестселлером. Правда? Здорово. Жизнь благоволит вам, Арджун. Я устраиваю вечеринку, а вы будете там главным героем. Забудьте про вечеринку. В смысле, София, так много всего случилось. Не стоит. Ничего еще не случилось. Но много чего еще случится. А мы пока устроим рок-вечеринку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаешь, Тораж Я давно уже хотел это сделать Арджун, не надо Пожалуйста Он не стоит того Не стоит Я и не подозревала, что вы не ладите Если бы я знала, то никогда бы не пригласила его Все в порядке Нет Я хочу тебя кое-куда отвезти Куда? Туда, где тебя ждет очень красивый подарок И так Каково это, ощущать себя звездой? Ну... Я никогда и не думала, что за таким лицом может скрываться еще и такой ум Это редкость Это очень-очень мило Софи, пожалуйста Дело не в тебе Я просто не готов В моей жизни все так быстро происходит, что я не успеваю ничего понять Пожалуйста Не пойми меня неправильно Конечно, нет Я взяла у него автограф Спасибо Боже, я его видела Пожалуйста Спасибо Ваше имя? Свити Ну, можно неофициально Можно просто сладенькое Да, конечно Как скажете Спасибо Спасибо Сэр, подпишите Я начинаю ревновать Кто-то действительно наслаждается тем вниманием, которое получает Так много поклонников уже с первой книги Спасибо Что будет дальше, кто знает Ты часто думаешь о будущем А в этом твоя проблема Простите Привет, сэр Сэр, я студент юридического факультета, сэр Я ваш большой поклонник, сэр Я так люблю вас, сэр Я буду читать все ваши книги Как вас зовут? Сэр, я Верат Здравствуй, Верат Большое тебе спасибо Я оценю это Знаешь Вот это уже достижение Как тебе? Имя? Полови Пожалуйста Вот почему я, когда прочитала твой роман Решила напечатать его Подпишите, пожалуйста Да И насколько правильным было мое решение Ты можешь теперь сам видеть Да, спасибо Спасибо Не за что Урваши Мадхур Подпишите, пожалуйста Я ваша поклонница Когда ты приехала в Гоа? Недавно Несколько минут назад Когда я приехала утром То узнала, что ты стал знаменитым писателем И я не смогла вернуться назад Я подумала, что тоже должна пойти и взять автограф Да, конечно Урваши Это София, мой издатель София Урваши Привет Мы Мы оба Это такой сюрприз И были очень близки Извините Поздравляю Успешный роман Женщина-издатель Поклонники Когда у тебя найдется время для меня? Встретимся вечером Он шарма Да Ух ты, Арджун Если в мире есть счастливчики То они похожи на тебя Наверное, у тебя такой же дар, как у Мидаса То, что ты сделал в суде за 4 года Другие не могут сделать и за 40 лет Теперь здесь ты случайно украл то, что превратилось в Кохенур Я не знаю, Урваши Я действительно не знаю Была ли это ошибка? Я как то желание, которое осуществилось Теперь эти автографы и книга, которая стала бестселлером Я чувствую себя очень виноватым Что? Ты же сидел в магазине и наслаждался славой романа, который стал бестселлером Откуда я мог знать, что роман станет бестселлером? Мне просто нужен был контракт Что еще я мог сделать? Я понимаю Твои глаза говорят, что ты несчастен Но не важно Жизнь осыпает тебя дарами Наслаждайся этим Жизнь осыпает тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уезжаю и буду очень по тебе скучать Жаль, что не могу остаться Так останься хоть на пару дней Я пока не бросила работу После увольнения одного юриста из фирмы Работа прибавилась Я уеду, но если кто-то захочет вернуться Его будут ждать Не сейчас Отличное было время Брось все, это Арджун Возвращайся на работу Это твое призвание Во всяком случае, мне надо ехать Береги себя Звони мне иногда Увидимся Пока Люблю тебя Привет София Теперь понятно Ты ничего не говори мне Она не только коллега по работе Она нечто большее Теперь ты знаешь Да Больше никаких чувств Но мы все еще партнеры Не возбуждайся Деловые партнеры Теперь подбрось меня до дома Да, босс Яшванту Дешмуку Офицеру криминальной полиции Простите, сэр Что? Мы посадили Игулати в камеру предварительного заключения Вы придете, сэр? Нет Ты проведи допрос Криминальный отдел Гуан Доброе утро, сэр Доброе утро Сэр, бизнесмен Джатин Бак Зам начальника полиции выпустил его ночью Все знают, что в деле Надима Доброе утро Был замешан этот человек Он, должно быть, заплатил заму начальника Такие офицеры принесли дурную славу всему отделу Ты тоже берешь взятки? Сэр, я? Твои глаза говорят, что ты тоже не без греха Извините, сэр Доброе утро Сэр Субтитры подогнал «Симон» Эй! Что это с ним? Обычно он не любит сидеть на месте. А сегодня прилип к своему месту. Кажется, у него в руках что-то интересное. Идем. А то мы займемся Гаулати по полной. Сегодня у нас появился шанс побить кого-то. Идем! Рави! Рави! Извините, сэр. Ты пришел сюда спать или работать? Извините, сэр. Ночью я был на вечеринке и совсем не спал. Мне нужно найти кое-какую информацию. Да, сэр. А за какое число, сэр? 26 июля 2004 года. Теперь 3 ноября 2005 года. Теперь 5 января 2006 года. Я так и знал. Что, сэр? Ничего. Иди спать. Спячил. Вы меня ждете? Аржун Капур? Да. Конечно. А вы кто? Я Шван Дэшмук из криминального отдела. Это официальный визит? Нет. Ваш роман привел меня сюда. Я прочитал его и стал вашим поклонником. Вы ведь написали его, не так ли? Зайдите в дом. Там поговорим. Конечно. Что будете пить? Пиво, виски или ром? Не нужно никаких формальностей. Если не возражаете, я себе налью. Пьете вы виски или ром? Это ваше дело, мистер Капур. Ваше здоровье. Что вы хотели обсудить со мной? Я впечатлен, мистер Капур. Как детально вы все описываете. А то убийство мистера Лахири под водой. Как здорово вы описали его. Вы написали это, не так ли? Да, я думаю, что так. А что? Детали убийства Джека Сингха. Класс. Кажется, что убийство произошло перед вами. От цвета туфель до пуговиц на рубашке. Это вы написали, не так ли? Да, я написал. Потом этот убийца, Шивдасани. Вы описали все, вплоть до письма, что он написал перед смертью. Он не произнес ни имени своей жены, ни ребенка. Только имя своей служанки. И кровь текла не только из его ушей, но еще из левого глаза. По капле сочилась. Здорово. Какие детали вы описали? Это тоже вы написали, не так ли? Я не могу понять, к чему вы клоните. Потому что после каждого описания вы задаете мне один и тот же вопрос. Я написал эту книгу или нет? Это мое имя на книге, не так ли? Мистер Капур, мне очень понравилась ваша книга. Именно поэтому я хочу услышать от вас, что все это написали вы сами. Ладно. Тогда слушайте. Я написал эту книгу. Вот и все. Именно это я и хотел услышать. Барни, входите. Что за черт? К черту вы сейчас и отправитесь. За какое преступление? Это я сообщу вам. Камера готова? Да. Она идет. Мадам, расскажите что-нибудь об аресте Арджуна Капура. Мадам, как так случилось, что его арестовали из-за книги? Послушайте, я ничего не знаю об этом. Это и для меня тоже новость. Я ничего не знаю об этом. Дайте мне сначала разузнать детали. Тогда я поговорю с вами. Благодарю. Мадам, подождите. Послушай, новый поворот. Запусти в печать еще сто тысяч копий. Мадам, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопрос. Сто тысяч? Мистер Капур, я адвокат Гарри. В этом деле я буду выступать против вас. В чем меня обвиняют? Увлеченность, с которой вы написали роман. Эта увлеченность теперь утопит вас. Написание романов не является преступлением? Когда я это говорил? Новых авторов уважают. Они получают награды. Но в том, что вы написали, есть небольшая оплошность. Роман, в котором вы описали историю пяти убийств. Они все происходили на самом деле. А эти преступления во всех отношениях реальны. Что? Все папки с делами этих пяти убийств заперты в архиве полицейского управления. Эти папки лежат там потому, что в них отсутствует кое-что важное. Это важное может знать либо убитый, либо убийца. Убитый мертв. Мистер Капур, я в это не верю. Будучи юристом, вы убили юристов. Вы убили собственных собратьев. Затем вы развлекались, когда писали о них. Вы назвали их лисами. Вы назвали их хитрыми. Каждое ваше слово сильнее затягивает петлю на вашей шее. Это ложь. Эта книга действительно... Это вымысел, черт возьми. Имена людей, которые были убиты. Название мест и все детали, которые вы описали в своем романе, это все реальность, мистер Капур. Они соответствуют полицейским отчетам. И не говорите теперь, что это не вы написали этот роман. Этого мистер Капур не может сказать. Я спрашивал его снова и снова. Вы написали это? Вы написали это? И он громко сказал, что это он написал. Мистер Капур, разве алгу? Я требую адвоката. Конечно. Что же это? Я не знаю. И если бы ты не рассказал мне о романе раньше, тогда, вероятно, сегодня я бы тоже не поверила. Я просмотрела дела об убийствах и даже заново прочитала книгу. Там все сходится. Боже! Что делать? Сначала этот человек. Получи его свидетельство о смерти. Все доказательства. Собери все вместе. Хорошо. Городской совет Мапса. Гуа. 10 января 1986 года. Вот ваш сертификат. Перерыв на бед, мадам. Вы все выходите и приходите через час. Выходите. Брат, пожалуйста, выслушайте меня. Мне очень нужно. Я прошу всего одну минутку. Здесь всем очень нужно. Ладно, говорите имя. Вивиан Макнамара. 24 июля этого года. Вивиан Макнамара? Нет, мадам. Свидетельства о смерти с таким именем у нас нет. Вы, наверное, забыли имя? Нет. Я же говорю, такого здесь нет. Посмотрите несколько дней до или после этой даты. Мадам, его здесь нет. Я все просмотрел. Это невозможно. Там должно быть его имя. Вивиан Макнамара. В этом месяце не было зарегистрировано умершего с таким именем. Что теперь? Констербург Гайтонде. Он был на службе в тот день, когда умер Макнамара. Он знает все, и он все расскажет. Найди его. Гайтонде. Да. Шива Джишинде, Харио Рао, Вартхан. Как вы сказали его имя, мадам? Гайтонде. Констебль Гайтонде. Нет, мадам. В районе Мапса нет констебля Гайтонде. Проверьте в соседних полицейских участках. Район Мапса патрулируют только полицейские из Мапса. Правила есть правила. Я знаю. Но вы все равно проверьте. Проверьте в ближайших районах. Эй! Подогрей чай и принеси. Хорошо, сэр. Какого черта? Вы люди все такие. Смотрите сюда. Это Калампур. Пан Джим. Мадгаон. Ни в одном из этих районов нет констебля Гайтонде. Извините, мадам. Можете идти. Не тратьте наше время. Я проверила все соседние районы, Арджун. Нигде нет констебля Гайтонде. Меня подставили, Урбаши. А это значит, за этим кто-то стоит? Если ты спросишь меня, то есть только одно решение. Есть только один человек, который может помочь нам. Кто? Ешван Дешмук. Ты сошла с ума, Урбаши? Этот парень псих. Он не говорит открыто. Он выполняет свой долг. Ты был таким же, когда работал. Я не буду говорить с ним. Ты должен это сделать, Арджун. Другого выхода нет. Да. Сэр. Мистер Арджун Капур хочет встретиться с вами, чтобы обсудить что-то важное. Мистер Капур? Почему ты называешь его мистером? Он преступник. Он совершил пять убийств. Мне кажется, что бедный парень... Бедный парень? Почему он бедный парень? Извините, сэр. Иди. Извините, сэр. Я сказал ему. Он толстокожий. Он ничего и слышать не хочет. Извините. Я говорил тебе. Что тебе нужно? Я хочу помочь тебе. Какого адвоката мне нанять для тебя? Ты же знаешь, Арджун. Я могу потратить на тебя любую сумму. Прибереги свои денежки, Радж. Преступник ведь ты. Тебе понадобятся деньги, когда нужно будет подкупить полицию или закон. Знаешь что, Арджун? Тебе надо больше думать о своем будущем, а не о моем. В любое время тебя могут повесить. Я никогда не думал, что под черной мантией ты скрываешь пятна крови пяти жертв. Я думаю, что ты псих. Перед тем, как наказать тебя, тебя надо поместить в психбольницу. Это все ты провернул, не так ли? Тогда запомни. Если я когда-нибудь выйду отсюда, я не пощажу тебя. Сначала выйди, брат. Я же надеюсь, что вижу тебя не в последний раз. Всего наилучшего. И прощай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сэр! Я пьян. И напьюсь еще больше. Сейчас я не при исполнении. Приходите завтра в офис. Я хочу поговорить с вами прямо сейчас. Пожалуйста. Вы так верите Арджуну Капуру? Верите в его невиновность? Верю, сэр. Арджун не мог никого убить. Тот, кто каждый день использует силу денег в суде, играет в игры, делая правду из лжи, может сделать что угодно, урваши. Вы не правы, сэр. Он не смог совладать со своей совестью. И поэтому он оставил все и приехал сюда. Он был на вершине своей карьеры. Но он оставил все. И когда он начал жить, как нормальные люди, кто-то заманил его в такую ужасную ловушку. Что вы хотите от меня? Послушайте его. Он хочет рассказать вам кое-что. Завтра в одиннадцать часов. Вы тоже приходите. Будьте вовремя. Спасибо, сэр. Завтра в одиннадцать часов. Меня обвили вокруг пальца. Вы замечательный писатель. Вы придумали замечательную историю. Это не история, поверьте. Закон верит доказательствам. Никто не может знать этого лучше, чем вы, Арджун Капур. Как я могу найти доказательства, сидя здесь? Отпустите меня ненадолго. Если меня выпустят под залог, тогда я смогу найти доказательства. Ладно. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Подумайте об этом, Ешвант. На пять дней мы можем отпустить Арджуна Капура под вашу ответственность. Но в течение этого времени, если Арджун Капур попадет в аварию или исчезнет с вашего поля зрения, тогда вы будете за это отвечать. Ясно? А вы будете с ним 24 часа в сутки. Да, сэр. Тогда ладно. Идите. Спасибо. Это мой дом, а не тюрьма для преступников. Оставайтесь здесь как гости. Но не забывайте, что я здесь тоже при исполнении обязанностей. Очень хороший дом. Хороший. Спасибо. Было бы здорово, если бы вы остались в этом хорошем доме дольше, чем на пять дней. Что вы такое говорите, сэр? Поверьте, Арджун не виновен. Пять дней. У вас есть пять дней, чтобы доказать это. Вот и доказывайте. И еще. Не пытайтесь убежать. В убегающих преступников я стреляю. Еще немного. А его дом там. Да, остановитесь здесь. А вот его дом. Кажется, здесь никто давно не живет. Клянусь, сэр. Это дом Макнамары. Если вы не верите мне, то можете спросить соседей. Ладно. Давайте спросим. Сколько же можно трезвонить? Что вам надо? Зачем столько звонить? Извините, мадам, что побеспокоили. Сначала мешаете, а потом извиняетесь? Говорите быстрее. В чем дело? В доме напротив жил мистер Макнамара. Мы хотели узнать о нем. В доме напротив? Никакой Макнамара там не жил. Там жил мистер Десуза. Десуза? Да. Нет, там жил пожилой мужчина. Он носил очки. С большим носом. Да. Низкого роста. Это мистер Десуза. Он был хорошим человеком. Всем бы такого арендатора. Знаете что? Он нанял особняк на одну неделю. Он заранее заплатил все деньги. К тому же наличными. Десуза умер. Десуза умер. Двенадцатого утром он пришел ко мне и отдал ключи. Это невозможно. Хватит витать в облаках, мистер Капур. Теперь пришло время думать. Прежде чем снять дом, он давал вам какой-нибудь адрес? Нет. Может быть он дал номер телефона? Нет. Нет, он только сказал, что зайдет через восемь дней. В доме наверняка есть домашний телефон. Можно узнать его номер? Простите, а вы кто такие? Почему вы задаете так много вопросов? Криминальная полиция. Этот человек в розыске. Полиция? О боже. Он что-то натворил? Во всяком случае, что проку от номера домашнего телефона. Он никогда не звонил из особняка, так как линия была отсоединена. За этим особняком стоит будка. Вот там. Можете взглянуть. Обычно он звонил оттуда. Я узнаю этот номер. Мы проверим и, возможно, получим какую-нибудь подсказку. Кажется, звезды вам не улыбаются, мистер Капур. Мы не нашли ничего в записях того телефона. Вы не должны полагаться на Бога. И не стоит изучать свой гороскоп. Кажется, что у вас никогда не было времени изучить свой гороскоп. Мне вас жаль. Что случилось? У вас опустились руки? Ваш лисий ум перестал функционировать, мистер Капур. Нам нужна ваша помощь. Вы ведь человек закона. Разве вы не можете помочь невиновному человеку? Я обычный полицейский офицер. Чем я могу вам помочь? Ладно, мистер Капур, я готов. Скажите мне, сколько у вас врагов? Я вел много дел. Список никогда не закончится. Может быть, тысячи? Подумайте о том единственном человеке, который ненавидит вас больше всех. Раджет Хакур. Кто? Раджет Хакур. Наверняка это он стоит за этим заговором. Где он живет? В Мумбаи. В Мумбаи? Значит, это займет более двух дней. Из пяти дней два дня уже потрачены. Подумайте об этом. Вы уверены? Да. Отлично. Завтра утром мы выезжаем. А вы позаботьтесь о доме. Нам повезло. Здесь проходит прием. Мы можем затеряться в толпе и все разведать. И никто не обратит на нас внимания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь вы видели Софию и Раджа Тхакура. И что? И что? Мы можем использовать это как доказательство. Но вы же юрист. О чем вы говорите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, Зубин? Не дай бог ты разбудил меня зря. Не только в Индии. Мы получаем заказы на охоту на лис из Дубая, США и Лондона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Знаешь, с тех пор, как Арджуна посадили в тюрьму, продажи этого романа выросли в четыре раза. Его арест стал действительно прибыльным для моего бизнеса. Подожди, когда Арджуна повесят? Вот увидишь, твои продажи вырастут в восемь раз. Пытался обмануть меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого лица нет среди них? Вы назвали его Макнамаром. Та дама сказала, что он де Сузе. Нет фотографий констебля Гай Тонде. Вы искали в полицейских записях Гоа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, вы должны исправить свой рассказ. Ни один преступник не станет совершать преступления под своим настоящим именем. Это очевидно, мистер Дешмук, что Гай Тонде и Макнамара фальшивые имена. Мистер адвокат, тогда зачем вы надоедаете нам этими фальшивыми именами? Думаю, вы запутались. Да-да, я запутался. Я очень запутался. Но это есть причины. Как мне разобраться в этом хаосе? Но вы не согласны, что это только конспирация? Да ведь дама сказала, что мужчину звали до Суза. Но его лицо ей примерно совпадает с Макнамарой. Этот человек Гай Тонде, которого мы искали. В смысле, он может быть фальшивым полицейским? Сто процентов он связан с Макнамарой. Вчера вечером, даже после того, как мы видели моего издателя Софию в объятиях моего злейшего врага Раджет Хакура, мы не смогли ничего сделать. Но знаете, что самое запутанное в этой истории? Мистер Дешмук, что вы делаете здесь? Не думаю, что вы помогаете мне разобраться во всем. Мистер Капур, давайте надеяться, что получим какую-нибудь зацепку от записи телефонных разговоров мистера Раджет Хакура, потому что это последний шанс. Сэр, возьмите запись телефонных разговоров мистера Раджет Хакура за последние три месяца. Что такое, сэр? Зачем вам нужны эти записи? Извините, сэр. ГУДИКИ Сэр. Удачно? Неудачно. Вы не нашли ничего по звонкам Раджет Хакура? Там ничего нет. Только имена девушек, с которыми у него были интрижки. Мистер Капур, я начинаю вас сомневаться. Не знаю, с помощью каких способностей вы выиграли так много дел. У вас есть желтые страницы? Желтые страницы? Зачем вам они? Арджуну кажется, что такое странное имя, как Макнамара, должно быть у каких-нибудь людей в Гоа. Мы подумали, что там можно это посмотреть. Желтые страницы? Отлично. Я принесу вам желтые страницы. Я нашел только три номера. Попробуем. Я могу поговорить с мистером Макнамара? Когда? Я могу поговорить с мистером Вивиан Макнамара? Извините. Этот человек бизнесмен, и его нет в городе? Не отвечают. По первому номеру ответил ребенок. 639-241. Мне нужен адрес. По этому номеру мне не ответили. Думаю, мы должны начать отсюда. Завтра утром в 8 часов. Будьте готовы. Извините, я опоздал. Идем. Алло? Да. Садись спереди. Ладно, уже еду. Меня вызвали по неотложному делу. Мне нужно ехать. Но, господин инспектор, что может быть неотложнее, чем мой случай? Моя жизнь висит на волоске. Вы оба идите вместе. Но следите за тем, чтобы никто вас не заметил. Еще сразу же возвращаетесь домой. Доктор Макнамара. Да? Мистер Вивиан Макнамара? Да, это я. Чем могу помочь? Во-первых, вы ищете Вивиан Макнамара. Послушайте так, как я доктор, то у меня каждый день новые пациенты. Но Радж Тхакур не звонил сюда. Думаю, вы идете не в ту сторону. Да. Хорошо. Спасибо, доктор. Если бы мы оба обговорили это по телефону, то не потратили бы сегодня в пустую ваше время. Но я пытался дозвониться до вас вчера. Ладно, как видите, я живу один. А вчера я ездил на вызов. Вот почему никто не ответил вчера на ваш звонок. Но во всяком случае у меня появился шанс познакомиться со знаменитым юристом. Спасибо, доктор. Извини меня, но я уверена, что мы что-то упустили. Я знаю. Ну, что тут поделаешь? Все это из-за той женщины. Какой? О ком ты говоришь? О Софии. Если бы она не заставила меня поставить свое имя на этой книге, я бы не был бы сейчас в этом дерьме. На вашем романе стоит водяной знак Макнамара. Это ваш псевдоним или что? Конечно же. До меня дошло, детка. Эти водяные знаки. На копии, которую я дал Софии, были водяные знаки Макнамара. Но ты сжег эту копию. Это была ксерокопия. А копия подлинника в издательстве Софии. Если я достану эту копию, то смогу вылезти из этого дерьма. Мы должны сообщить это Ешванту. Уже поздно. Времени мало. Идем. Я вспомнил, мистер Дешмук, я вспомнил. Извините, что разбудил вас, но... Что вы вспомнили? Подлинной рукописи стоит водяной знак с именем Макнамара. Я могу доказать свою невиновность. Эта рукопись все еще лежит в издательстве. Хорошо. Впервые вы вспомнили что-то значимое. Но завтра утром не вы, а я поеду туда. Потому что ваши пять дней заканчиваются завтра. Утром в семь часов я должен вернуть вас за решетку. А когда издательство откроется, я возьму с собой урваши и заберу рукопись. Спасибо. 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 Господин Капур, вставайте. Господин Капур. Господин Капур, вставайте. Продолжение следует... 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 ГАЙТОНДЕ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Алло? Алло, Урваши, это я Арджун, ты где? Я искала тебя Я знаю, знаю Послушай, там не было рукописи Кто-то забрал ее оттуда Я знаю Гайтон забрал ее По ошибке он зашел в дом Ешванта Дешмука Я бежал за ним Урваши, я иду туда Приходи сюда побыстрее Ладно, ладно, я еду Пока Выходи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вивиан Макнамара Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Брат, брат! Спаситель преступников вернулся. Адвокат Арджун получил свою лицензию. Верховный суд принял апелляцию по судебному делу об изнасиловании соном. И по приказу судьи Раджат Хакура арестовали прямо дома. Эй, Арджун! Добро пожаловать, мой мальчик. Папки с делами были готовы еще до того, как ты приехал. Здесь множество твоих прежних клиентов. Скажи, с какого дела ты начнешь? Сэр, я решил, что должен вести борьбу с преступниками. Если я возьмусь за дело, то только за правое. Хорошо. Удачи, мой мальчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова